Чай с молоком, треугольник и чак-чак. Все это ассоциируется с республикой Татарстан на международном уровне. Дружная, красивая и многонациональная республика, которая отмечает сегодня день рождения. Что это за Татарстан, который богат своей историей, легендами и культурой? 30 августа жители Татарстана празднуют рождение своего региона, День Республики Татарстан. В этот день, в 1990 году, Верховный Совет Республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР, столице многонациональной республики Солнечный город Казань, расположенный на берегу Волги. История татарского народа сложна и противоречива. Изначально татары входили в состав государства Волжская Булгария, хоть и сопротивлялись завоевательным походам монголов. Следует отметить, что 30 августа – это знаменательный день в развитии и Российской Федерации, в развитии Республики Татарстан. Потому что после того, как произошел распад Советского Союза, начался процесс суверенизации также и регионов Российской Федерации. И в том числе процессы суверенизации начинались и в Республике Татарстан. И нужно отметить, что, наверное, из всех регионов России Татарстан наиболее успешно и достойно прошел путь суверенизации, поскольку в этом заслуга, в первую очередь, первого президента Республики Татарстан – Ментимер Шарипа Чешаймиева. После возникновения в 15 веке Казанского ханства соперничество с монголами сменилось на противостояние с московским государством. В 1552 году Иван IV завоевал Казань и включил ее в состав Русского царства. В составе России регион именовался сначала Казанским царством, позднее Казанской губернией. Территория не имела самоуправления. Главой региона был губернатор, которого назначал непосредственно правитель государства. 30 августа 1990 года регион получил статус Татарской Советской Социалистической Республики. После распада СССР Республика Татарстан не вышла из состава государства, а продолжает существовать как субъект Российской Федерации. Мы с вами прекрасно знаем, что период суверенизации был очень сложный. И в ряде регионов России произошли серьезные столкновения с федеральным центром. И, конечно, хочется сказать, большое счастье Республики Татарстан, что вот эти сложные острые события нас миновали. И вот уже благодаря тому, что мы пережили вот этот сложный период суверенизации, вот уже долгие-долгие десятилетия, Республика Татарстан находится в состоянии мирного, спокойного развития. У нас действительно мирно существуют все конфессии, все религии. И немаловажно также отметить, что огромное значение для развития Республики Татарстан имело тот факт, что был подписан договор о распределении полномочий между Республикой Татарстан и Федеральным центром, благодаря которому удалось фактически реструктурировать всю экономику Республики Татарстан. И вот тот огромный потенциал, в том числе и в нефтяной сфере, который имела Республика еще в советские годы, он был поставлен во многом на службу самой Республики. Помимо Дня Республики, свой день рождения отмечает столица региона Казань. В этом году городу исполняется 1018 лет. Казань является третьей столицей Российской Федерации, а Белый Кремль входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время столица Татарстана один из развитых и благоустроенных городов России. Казань поражает не только своим размахом и богатством, но и историей и культурой. Сегодня Татарстан остается лидером развития среди российских регионов, одним из лидеров. Он, безусловно, сегодня входит в группу трех наиболее развитых центров России. Недаром говорят, что Казань это третья столица. С этим очень сложно поспорить, поскольку действительно все, кто приезжает из других российских регионов, с восторгом отзываются о том, что у нас в Казани происходит и в Республике происходит. Ну и действительно нужно подчеркнуть, что, конечно, огромная заслуга принадлежит в том, что и Казань, и Республика Татарстан так замечательно развиваются, в том, что у нас действительно мудрое руководство в лице Раиса Республики Рустама Наргалевича Мениханова. И вот эта ситуация, она, конечно, позволяет Татарстану достойно и уверенно смотреть в будущее. И нет сомнения в том, что вот этот прогресс, который идет уже десятилетия, он будет продолжаться и только нарастать. Отметим, что для жителей Татарстана этот праздник важен не только потому, что это выходной, но и потому, что в день рождения Республики в каждом просыпается дух истинного татарина. Обычно в день образования Республики татарстанцы выходят на улицу, принимают участие в мероприятиях у Кремля и поздравляют друг друга с праздником. Город большой, масштабный, очень такой оживленный город, очень много молодежи. Вот я привез дочку свою, она поступила в КФУ, будет здесь учиться. С треугольниками мы любим покушать, а еще с миром, благополучием и, как всегда, родные лица кругом. Мне нравится то, что тут очень красиво, есть трава на зеленую, есть очень много красивых храмов. День Республики Татарстан – всенародный праздник в регионе. В этот день Раис Республики Татарстан Рустам Мениханов традиционно обращается к гражданам с поздравлениями. Города и села региона приобретают торжественный праздничный облик. Торжества в городах завершаются вечерним праздничным салютом.